Эксперты также описали рацион питания строителей, условия их содержания и оплату. Египетские пирамиды – это настоящее археологическое чудо, возвышающееся высоко над песками пустыни и видимое на многие километры вокруг. Строительство этих пирамид, несомненно, было сложной задачей, но кто же их создал? Существует множество гипотез о том, кто построил египетские пирамиды, включая большие группы порабощенных евреев и жителей затерянного города Атлантиды, или даже инопланетян. Однако ни одна из них не имеет доказательств. Пирамиды не могли быть построены еврейскими рабами, поскольку археологические останки, которые могут быть напрямую связаны с еврейским народом, не были найдены в Египте. Кроме того, история, рассказанная в Танахе, еврейской Библии, о евреях, которые были рабами в Египте, относится к городу под названием Рамсес. Город под названием, Пер-Рамсес был основан во времена XIX династии, и назван в честь Рамсеса II, правившего до н.э. Он был построен после того, как в Египте закончилась эпоха строительства пирамид. У нас нет ни единого слова о ранних израильтянах в Египте. Ни в монументальных надписях на стенах храмов, ни в надписях на гробницах, ни в папирусах, отметили археологи Исраиль Финкельштейн и Нила Шерзельберман. Более того, никаких археологических свидетельств не было найдено, и о затерянном городе Атлантиде. Многие ученые считают, что эта история вымышлена. Но что касается гипотезы об инопланетянах, так она и вовсе абсурдна. На самом деле, все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что пирамиды построили древние египтяне. Но как жили строители пирамид, что им платили и как с ними обращались, это загадка, которую исследователи все еще изучают. В Египте насчитывается более ста древних пирамид, но наиболее известными из них является первая ступенчатая пирамида, построенная во время правления фараона Джосера, и первая настоящая пирамида, с гладкими сторонами, построенная при правлении фараона Снофру. Ступенчатая пирамида, построенная во время правления фараона Джосера, в некрополе Сакары, и Египет. Пирамиду Хеопса, построили в Гизе во время правления фараона Хеопса. Также еще две были созданы при правлении двух его преемников, Хафра и Менкаура. Во времена нового царства фараоны, постепенно прекратили строить пирамиды, предпочитая быть похороненными в долине царей, которая расположена примерно в 500 километрах. За последние несколько десятилетий археологи, обнаружили новые свидетельства, которые дают ключ к разгадке того, кем были строители пирамид и как они жили. Сохранившиеся письменные записи, в том числе папирусы, обнаруженные в 2013 году в Ваде, Аль-Джарфи на побережье Красного моря Египта, указывают на то, что большие группы рабочих, иногда переводимые как бригады, помогали доставлять материалы в Гизу. Папирусы, найденные в Ваде Аль-Джарфи, рассказывают о группе из 200 человек во главе с чиновником по имени Мерер. Группа рабочих перевозила известняк на лодке по реке, Нил на расстояние, около 18 километров от Тора до Великой пирамиды, где из камня построила внешний корпус сооружения. В прошлом египтологи предполагали, что строители пирамид, в основном состояли из сезонных сельскохозяйственных рабочих, которые занимались строительством в период, когда было мало сельскохозяйственных работ. Однако пока неизвестно, так ли это было на самом деле. Папирусы, подробно описывающие историю пирамиды, все еще находятся в процессе расшифровки и анализа, но результаты показывают, что бригада, возглавляемая Мерером, сделала гораздо больше, чем просто помогла в строительстве пирамиды. Эти рабочие путешествовали по большей части Египта, возможно даже по Синайской пустыне, выполняя различные строительные проекты и задачи, которые им поручали. Но были ли они частью более постоянной профессиональной силы, или же принадлежали к группе сезонных сельскохозяйственных рабочих, которые вернулись бы на свои поля? Неизвестно. Согласно папирусам, рацион рабочих включал финики, овощи, птицу и мясо, а деньги они получали в виде текстиля, рассказал Пьер Талли, профессор египтологии из Университета Париж-Сарбона. Кроме того, высокопоставленные чиновники, которые были вовлечены в строительство пирамид, могли получить земельные участки. Исторические записи показывают, что такое явление в истории Египта практиковалось неоднократно. На сегодняшний день известно, что древние жители Гизы, пекли большое количество хлеба, убивали тысячи животных, и варили большое количество пива. Основываясь на костях животных, найденных на месте этого города, и учитывая потребности рабочих в питании, археологи подсчитали, что около 1800 килограмм животных, включая крупный рогатый скот, овец и коз, забивали в среднем каждый день. Останки рабочих, захороненные в могилах рядом с пирамидами, свидетельствуют о том, что у строителей были заживленные кости, которые закрепили надлежащим образом, а это означает, что они имели доступ к медицинской помощи, которая была доступна в то время. Богатый рацион питания строителей пирамид, в сочетании с доказательствами медицинского обслуживания, и получение текстиля в качестве формы оплаты, привели египтологов к общему мнению, что рабочие не были порабощенными людьми. Однако далеко не все работники, имели равные условия проживания.